В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Со следующего года вступают в действие новые правила обращения с огнем. Если соблюдать все правила, которые установлены МЧС, пожарной охраной, то пожаров не будет. Поможем вместе семье видновчан Масловых, которые в результате пожара остались без крыш над головой, нужна наша с вами поддержка. Сгорело все. В Развилковской библиотеке запустили новое развлекательное онлайн-шоу «Веселая семейка». Здесь присутствует взрослый и ребенок. Это может быть мама с ребенком, бабушка с внуком. Мангал в пяти метрах от дома, а также от деревьев и сухостоя. Со следующего года в России начнут действовать новые правила противопожарного режима. О них сотрудники МЧС в ходе очередного профилактического рейда рассказали жителям деревни Тарычева и нашей съемочной группе. Ознакомьтесь, пожалуйста. Обязательно аккуратное и правильное обращение с пиртехническими изделиями. Наиболее пожароопасным временем года, вопреки расхожему мнению, считаются зимние и весенние периоды. Как показывает практика, основными причинами возгорания является несоблюдение жителями элементарных требований пожарной безопасности. Сотрудники МЧС отправились в очередной рейд в деревню Тарычева, чтобы не только напомнить жителям о технике безопасности, но и рассказать, какие изменения в законодательстве произойдут после Нового года. 1 января 2021 года вступает в законную силу новое обновленное правило противопожарного режима Российской Федерации, которые утверждены постановлением правительства. Так, к примеру, разводить открытый огонь можно будет только в специально оборудованных местах – котлованах, ямах и рвах, а также в металлических емкостях, бочках и мангалах. В них можно сжечь собранную траву и ветки, а вот выжигать сухостой на полях и участках запрещено. На каком расстоянии ставить можно бочку? От забора? Для сжигания листвы бочку от заборов, от строений, от сооружений необходимо ставить на расстоянии не менее 5 метров. В постановлении правительства более детально расписано, как и где можно разводить костры и готовить пищу на открытом огне и сжигать отходы на территориях поселений и населенных пунктов. Требование к мангалам следующее – 5 метров от зданий, сооружений, строений должно выдерживаться не менее 5 метров. И радиус очистки от сухой травы под мангалом, получается, либо каких-то деревьев сухих и так далее, горючих предметов материалов, радиус очистки от этого – 2 метра. Жителям еще предстоит разобраться со всеми нюансами новых правил. Вопросов сотрудникам МЧС задавали много. Но в целом такие нововведения они оценивают положительно. Считаю, что разрешили разжигать листву – это плюс. Потому что у нас листва, действительно, всегда есть листва, ветки. Их нужно как-то утилизировать. Поэтому эти правила новые – это хорошо, это плюс для нас. Если соблюдать все правила, которые установлены МЧСом, пожарной охраной, то пожаров не будет. И в каждом доме положено вообще иметь 2-3 огнетушителя. А у вас? У меня лично 2. Параллельно над пожарной безопасностью жителей работает и Центр соцзащиты населения. В домах и квартирах многодетных семей, а также жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, устанавливаются пожарные извещатели. Эту работу проводят органы госпоженодзора, сектор отдела ГОЧС, как я уже говорил, и наши сотрудники. Вот совсем недавно мы устанавливали пожарный извещатель, участнику Великой Отечественной войны, Кузьмичев Павел Михайлович. Сотрудники МЧС призывают быть особенно бдительными в период новогодних праздников и слюдать все меры противопожарной безопасности. Ведь любой пожар легче предотвратить, чем потушить. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, ВИДН-ТВ. В конце ноября в одном из домов в Расторгове произошел крупный пожар, который оставил семью местного жителя Игоря Маслова без крыш над головой. К счастью, на поддержку им пришли соседи, знакомые, просто неравнодушные люди. Но пока этого недостаточно. Ведь только на восстановление одной крыши нужно не менее 400 тысяч рублей. Давайте поможем все вместе с семьей Масловых справиться с бедой. Вечер 26 ноября. Игорь Маслов и члены его семьи запомнят навсегда. В этот день они в одночасье лишились своего жилья. Тогда в 11 часов вечера в их доме в Расторгове произошло возгорание. Оно было настолько стремительным, что справиться своими силами люди, которые уже практически спали, оказались не в состоянии. Я не смог потушить, потому что было уже большое пламя. Вот, было поздно. И мы вызвали уже пожарных. И до трех этой ночи все это отушили. К большому счастью, никто из людей не пострадал. Пожар затронул все четыре квартиры, расположенные в доме. Самый существенный ущерб нанесен жилищу Масловых. Квартира Масловых буквально напоминает кадры из фильма ужасов. Здесь сгорело практически все. И еще, несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже более трех недель, здесь стоит ужасный запах, который никак не выветривается. 76 квадратных метров, на покупку которых глава семьи копил долгие 15 лет. Игорь, рассказывая о своем доме, едва сдерживает эмоции. Сгорело все. Удалось спасти лишь документы, фотографии и некоторые дорогие сердцу вещи. Сейчас семья ютится в съемной квартире в Видном, на оплату которой уходит 20 тысяч рублей в месяц. Они хотят как можно скорее вернуться домой. Но на восстановление квартиры нужна практически неподъемная для семьи простого строителя сумма. Для того, чтобы Масловые вернулись домой, нужно в первую очередь восстановить крышу. А это как минимум 400 тысяч рублей. Что стало причиной пожара, установит следствие. Но очаг возгорания известен. Это соседняя квартира. Здесь у людей уже долгое время нет электричества. И они постоянно пользуются дровами и свечками. Признавать свою вину и выплачивать Масловым компенсацию они отказываются. Зато на помощь пострадавшей семье пришли соседи из ближайших поселков и просто добрые люди. Я вчера вечером, в половину 12-го, написала в своем чаде в деревне Спасское, что необходима машина для перевоза благотворительной помощи и стройматериалов сюда, в этот дом. И мне ровно через 20 минут один из наших жителей, Юрий, откликнулся и говорит, что я готов оказать такую помощь. Люди неравнодушны. От нас отправляли и бабушки по 500 рублей от своей пенсии. Ну сколько может, посильная. Активную поддержку погорельцам оказывает и местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов. Он не только взял ситуацию под личный контроль, но и оказывает помощь своими руками. Кто деньгами помогает, кто своим участием. Вы видите, здесь пришли соседи, соседних домов. Тоже помогают люди, хотя это среди бела дня не очень удобно, но находятся отзывчивые люди. И большая просьба, если будет возможность у жителей города Виды, нас может много ли посильную помощь оказать, вот и говорю. Кто чем может. Помочь пострадавшей семье вернуться домой может каждый из нас. Для этого достаточно отправить любую посильную для вас сумму на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона плюс 7 903 133 69 06. Она принадлежит Вере Александровне Новиковой, жене Игоря Маслова. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В редакцию нашего телеканала поступило обращение. Жители Видного жалуются на отсутствие пешеходного перехода от школьной улицы к усадьбе Тимохова-Саласкина. Исторический комплекс – популярное место для отдыха и прогулок у видновчан. Чтобы добраться до главного входа, пешеходы используют проезжую часть, что небезопасно для всех участников движения. Также стоит отметить, что на территории усадьбы расположена детская площадка, поэтому основные посетители парка – это родители с детьми и молодые мамы с колясками. И пешеходный переход здесь очень необходим. Чтобы создать предновогоднее настроение своим читателям, библиотека поселка Развилка приглашает их принять участие в новом развлекательном онлайн-шоу «Веселая семейка». На съемках очередного выпуска побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В библиотеке поселка Развилка всегда проводится множество самых разных мероприятий – концерты, лекции, творческие вечера. Сейчас сотрудники стали придумывать новые варианты досуга в условиях пандемии. Одно из них – развлекательное онлайн-шоу «Веселая семейка». Здесь присутствует взрослый и ребенок. Это может быть мама с ребенком, бабушка с внуком и так далее. Сейчас у нас проходят новогодние выпуски. Мы снимаем новогодние выпуски. Значит, это новогодние фильмы, мультфильмы, новогодние песни, новогодние сказки. Все наши участники должны это угадать. Участниками очередного выпуска стали наша коллега Татьяна Брылова вместе со своим сыном Пашей. В процессе игры их команде предстояло ответить на вопросы викторины по новогодней тематике. Как это, Гир, какое-то вот такое слово, да? Знаешь, Г, на Г как-то. Похожее онлайн-шоу проходит в Молоковской библиотеке. Правда, там участие принимают только взрослые. Идея сделать именно семейную игру принадлежит новому сотруднику развилковской библиотеки Веронике Перепеличенко. Она же отвечает за техническое обеспечение мероприятия. С высоты вот этих вот разных поколений было интересно вообще посмотреть, как вспомнят, не вспомнят, потому что мы берем разные отрывки времени, как и советские мультики, так и песни, и сказки, так и настоящие. Поэтому это все было очень интересно вообще посмотреть, что из этого будет. Веселая семейка нашла своего зрителя в социальных сетях библиотеки. Каждый раз в интернет выкладывают по два выпуска, и подписчики голосуют за более понравившуюся пару. Победитель по количеству лайков выходит в следующий тур. Две пары выйдут в финал, и прямо перед Новым годом выйдет у нас финальная такая передача, где определится победитель, который получит свой приз. А сегодняшние участники после съемки поделились своими впечатлениями. Мне сильно понравилось, главное, участвовать в этой игре. Сложно было? Ну, так. На самом деле мне, наверное, сложно было, потому что современные мультфильмы, современные фильмы, мы все-таки люди разных поколений, и он где-то помнит больше, чем я. Возможно, даже название не запоминает, но сам мультфильм, я вижу, что он видел. Стать героями нового проекта могут все желающие. Для этого обращайтесь в Развилковскую библиотеку. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»